Таджикистан Министр внутренних дел Таджикистана Арамазон Рахамзада прокомментировал журналистам данную ситуацию. На пресс-конференции, состоявшейся 21 июля в Душанбе, следующим образом. Что значит преследование? Если их вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля или для получения информации, то это не является преследованием. Если же при этом унижали их честь и достоинство, это уже другой вопрос. Но к нам подобных заявлений от родственников и близких членов запрещенных групп не поступало. Между тем, преследование родных и близких неугодных режиму граждан не является новшеством. Подобная практика подавления инакомыслия широко применяется режимом Рахмона на протяжении последних двух-трех лет. Так, в декабре прошлого года силовики подвергли карательным мерам осужденного к 28 годам лишения свободы Рахматулло Раджаба, отца журналиста оппозиционной телестанции Payom.net, Шухрата Рахматулло. Его жестоко избивали, предварительно поместив в одиночную камеру, при этом говоря, что все это в отмеску за репортажи его сына. Кроме того, длительным допросом подвергалась и его мать. Также после протестов, проведенных активистами таджикской оппозиции в декабре 2016 года в Праге, их родственники были подвергнуты репрессиям. Кроме того, жестким репрессиям со стороны силовых структур режима подвергаются родные и близкие осужденных и подозреваемых по религиозным мотивам, большая часть из которых остается необнародованными. Более этого, по словам одного нашего источника, пожелавшего остаться анонимным, в последние 3-4 месяца участились предложения о принятии коллективной меры ответственности за инакомыслие со стороны правительственных и мухатыбов, которые озвучиваются на пятничных хутбах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова